Рекламно-информационная программа. 11.08 в Кирове. Начинается программа «Разворот на бизнес». И здесь в студии Вадим Шабалин и Светлана Занько. Добрый день. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Да, у нас сегодня нетипичный «Разворот на бизнес», потому что каждый час имеет свою тему. Во втором часе к нам придут представители разных видов семейного бизнеса. Связано это с тем, что мероприятие, которое проходило в торгово-промышленной палате Российской Федерации, охватывало всю страну, собрало такие династии. И мало того, вдруг объявили на федеральном уровне, что нужно делать акцент на семейный именно бизнес, воспитывать традиции. И что семейный бизнес, который развивается в России, он эффективнее работает почему-то, как оказалось, чем бизнес несемейный. Вот с чем это связано? Действительно ли это так, что за новый тренд мы разберемся во втором часе? И это будет по следам прошедшего мероприятия. А первый час посвящен мероприятию, который только предстоит. И состоится оно завтра и послезавтра, 11 и 12 числа. Дело в том, что при сотрудничестве с японским центром в России, этот центр находится конкретно в Нижнем Новгороде, всего их пять в России, ближайшие к нам в Нижнем Новгороде, Ассоциация участников президентской программы Кировской области проводит семинары для бизнесменов по системе Кайдзен. Это корпоративная система работы с кадрами, которая направлена на увеличение, я так понимаю, все-таки труда отдачи, эффективности труда. Оказалось, что эта система уже на протяжении 10 лет вводится на различных предприятиях Кировской области. Для меня это было открытие, я, честно говоря, не знала про это. Но выяснилось, что это именно так. И у нас сегодня в студии люди, которые, во-первых, обеспечили завтрашние и послезавтрашние мероприятия, а во-вторых, те, кто систему Кайдзен знает, кто систему Кайдзен практикует на своих предприятиях, и даже некоторые из них в Японии побывали и там поучились. И, собственно говоря, из первых рук получили эту практику и внедряли здесь. Мы должны разобраться в том, для чего это вообще кировским бизнесменам, каковы перспективы внедрения этой системы, какова её эффективность, поскольку есть уже практики. И, естественно, вот Владислав Попов, который, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, который и спровоцировал завтрашнее мероприятие, обеспечил его прохождение, нам расскажет, с какими целями всё это происходит. Потому что, на самом деле, мне кажется, что с японским центром в Нижнем Новгороде мы очень давно коммуникации не поддерживали. Хотя, тут приезжал же к нам Ивауахаси зимой, и он крайне рекомендовал эти контакты восстановить. И вот, пожалуйста, первый опыт в этом году, и мы, надеемся, не последний, и о нём сегодня мы будем рассказывать. Представляем наших гостей. Владислава мы представили, Татьяна Кайгородцева, директор магазина «Детский мир». Татьяна, добрый день. Татьяну, очень хорошо наши слушатели знают, как исполнительного директора Ассоциации рестораторов Кировской области, общественного бизнес-омбудсмена в сегменте хор и ка... Я не знаю, что это такое. Общественное питание. Общественное питание. Да, вас хорошо знают. Вы у нас уже бывали. Сергей Трапезников, директор Авиатского центра профессиональной подготовки, общественный бизнес-омбудсмен по вопросам безопасности труда. Сергей, добрый день. Добрый день. Начнём, конечно, с Владислава. Очень внезапно эта тема организовалась. Буквально вчера вечером мы решили это сделать. Но это и хорошо. Это значит, что мы рассказываем про то, что конкретно сейчас в данный момент происходит. А в данный момент японские представители приземляются где-то в аэропорту Победилово. Пожалуйста, Владислав, расскажите, пожалуйста, что это будет за мероприятие, с какими целями, для кого вы его устраиваете. Добрый день. Ну, уже сказали, что я выступаю в двух ипостасях. И как омбудсмен, задачей которого, помимо защиты прав и интересов бизнеса, является постоянная программа обучения для бизнесменов. В том числе, вот как мы сейчас говорим, по такой умной тематике, как Кайдзен. И также я являюсь вице-президентом ассоцией менеджеров, которую мы называем длинной ассоцией участников президентской программы Кировской области. Которая также, как общественная структура, занимается дополнительным интеллектуальным, профессиональным развитием своих членов, ну и также прочих людей, которых можно называть управленцами. Японский центр. Это достаточно известная структура, которая очень плотно работает с бизнесом, с общественностью в России. Да, мы работаем с Паложским центром в Нижнем Новгороде. И базовая направленность данных контактов – это деловое последничество и бизнес-матчинг. Это приведение семинаров мастер-классов с участием реальных лекторов из Японии, стереопередачи опыта японского бизнес-сообщества. И это организация стажировок в Японии для российских специалистов. Ну вот вы уже сказали, что да, у нас здесь будет участник Татьяна Кагеродцева, которая как раз и принимала участие в таких стажировках. Если не ошибаюсь, порядка 50 участников президентской программы в разное время были на данных программах стажировок. И одна из целей именно сегодняшнего мероприятия, помимо того, что да, эта цель – это ознакомление с данной философией, реальное обучение наших менеджеров современным технологиям управления. Также одна из целей – возобновить сотрудничество с японским центром и активизировать программы стажировок для наших выпускников. Знакомство с культурой, знакомство с бизнес-технологиями, знакомство с японским языком. Надо сказать, что японские предприниматели, японские предприятия, крупнейшие предприятия, очень серьезные инвесторы в России строят свои филиалы, свои отделения, но не в Кировской области. Особо отличается успешностью сотрудничества с Японией, Подмосковья и Ульяновская область. Мы это, кстати говоря, зимой еще раз на сессии с Илао Ахаси обсуждали. И он как раз объяснял, почему именно и по каким критериям ориентируются японские предприниматели, когда выбирают локацию для строительства своих предприятий. И не последний, а чуть ли не первый фактор – это как раз взаимодействие с правительством данного региона и также отношение к персоналу. То есть они смотрят и условия для персонала, который будет работать на предприятиях японских. Это и условия для специалистов, которые приезжают из Японии, и условия для специалистов, которые на предприятиях работают. Они несут не только свои деньги обычно, когда инвестируют, когда строят предприятия, но они несут и свою философию, и свои конструкции, и только на этих условиях возникают какие-то партнерские отношения. Если я ошибаюсь, поправьте меня, коллеги. Вот Татьяна где-то вот мне кивала. Вы согласны со мной? Да, конечно, я согласна. Добрый день. Значит, у каждого предприятия японского есть собственная философия. Начинают они с этой философии свой путь, и преемственность у них очень-очень развита. Вообще, каждое предприятие в Японии, оно строится на удовлетворение запроса потребителей. И кайдзан — это как раз то, что постоянное улучшение. Улучшение в каждой области. В области снабжения, качества, услуг, внутренних взаимоотношений, в общем, всего. В области улучшения условий труда для сотрудников. Обязательно, да. Улучшение условий труда для сотрудников. Также создание кружков качества, куда они новых сотрудников сразу внедряют. Также принцип открытости. Каждый сотрудник в японском предприятии имеет право написать всё, что необходимо для улучшения организации. Японцы считают, что без самосовершенствования, без каких-то таких проблем, которые сотрудники обозначают, невозможно дальше двигать предприятие. Я сразу вспоминаю, когда об этом говорят, систему организации труда в Советском Союзе в 70-80-х годах, когда каждый сотрудник предприятия мог прийти со своим предложением по улучшению и продукции, и условий труда, и даже за это премии выплачивались. Правда, Сергей? Да, конечно. Я, кстати, когда познакомился с этой кайдзан вообще, с этой философией, ну, обидно стало за державу, потому что я работал на предприятиях, на Слободской спиртоволочный завод, когда это был такой. И вот у меня как раз все эти материалы, раз-предложения, целый шкаф огромный стоял. Да, раз-предложения. Раз-предложения, это называется, выдавалось как раз и деятельство, раз-предложения, оно благополучно премировалось 10 рублями и складывалось в долгий ящик. Это не маленькая, между прочим, премия была? Да, конечно. При зарплате в 100 рублей, 10 рублей, это было очень прилично. И человек, когда получал эту премию, он, точнее, не он, а забывали все остальные про это распредложение, складывали на полочку. Вот реально, 10 лет назад, когда познакомился с этой системой, кайдзан, кстати, я перед тем, как с ней познакомиться, прочитал очень хорошую книгу Всеволода Овчинникова, «Ветка сакуры, корни дуба». Вот прежде чем знакомиться вообще с кайдзан, надо прочитать всем эту книгу, потому что, чтобы понять всю эту философию, надо понять философию японцев. Он полжизни работал как раз в Японии, будучи дипломатом, и описывает как раз весь психологию, менталитет вот этих японцев. И вот сейчас, когда кайдзан, я наблюдаю со стороны, вот у меня даже сейчас тема, как была, не опыт применения, а взгляд со стороны на опыт применения кайдзан на предприятиях Кировской области. И не только, я езжу по всей России, вообще занимаюсь охраной труда. И вот как раз во всех направлениях, куда бы ни прикасался кайдзан, оно применимо как инструмент для совершенствования производства. Вообще кайдзан, это же что? Это непрерывное совершенствование производства, причем без излишних инвестиций, вливаний и так далее. То есть поиск внутренних резервов, которые у нас есть во всех направлениях, начиная от бухгалтерии, даже обычный менеджер или секретарь, можно кайдзан применять на любом шаге. Абсолютно. То есть, по сути говоря, это улучшение, увеличение производительности труда, используя внутренние резервы. Да. Без денег. Да, совершенно верно. Сергей, возникает вопрос. Вы привели пример Советского Союза распредложений. В таком случае, почему бы его не применить, зачем нам японский? А вот какая бы вывеска ни была, если предприятие работать хочет, руководитель, он сделает все, чтобы эти распредложения не укладывались в пыльный ящик и все. Понимаете, вот действительно, вот кайдзан, я удивился, когда картинки показывали, схемы, которые рисуют японцы, они один в один слизаны с нашего ВОИР, Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. То есть, там бумажка в клеточку, там техсовет, которые рассматривают предложения. Но дальше-то японцы пошли дальше именно. Они мотивируют работника. А вот способы мотивации разные. У нас, конечно, самая лучшая мотивация – это рубль в кармане. И процент от эффективности внедрения предложений у японцев заложен. Это одна из основ кайдзан как раз. Одна. Там много основ. Вот если объяснить вот так, смотрите, кайдзан тоже слизана с нашей же российской действительностью. Вот вы сейчас говорили, на следующую тему у нас пойдет семейный бизнес и так далее. Одна из основ кайдзан – это пожизненное трудоустройство. Что это такое? В каком понимании это надо говорить или понимать вообще, как это… Ну, подход вот этот. Пожизненное трудоустройство – это наши династии советские, советских времен, которые поощрялись. Правильно? А у японцев это считается как? При применении кайдзан. Если работник поступает на предприятие, он заинтересован, чтобы его модернизировать, потому что он уверен, что его дети, его внуки придут на это предприятие, они будут обеспечены. И поэтому, когда приходит японец на предприятие, он думает о том, как его модернизировать. А у нас в 90-е годы все это напрочь погубили. У нас сейчас работник приходит на предприятие. Зачем? А чтобы здесь украсть, потому что завтра его могут уволить. Это в 90-е было. Да. Так вот этот период, он как раз, честно говоря, погубил вот тот подход советский, который был действительно хороший. Ну, надо сказать, Сергей, что вы совершенно справедливо заметили, что несмотря на то, что у нас было общество рационализаторов и изобретателей, несмотря на то, что сотрудники предприятия приходили со своими РАЦ-предложениями, совершенно верно, Вадим, отличие именно заключалось в том, что в Японии каждое РАЦ-предложение сначала должно заработать и дать какой-то эффект, ну, то есть, иначе оно РАЦ-предложением не признается. А у нас поздравляли, галочку ставили, значок на грудь. Давали 10 рублей. И отчитали, что есть РАЦ-предложение. Не все. Очень-очень не высок был процент внедрения, на самом деле, РАЦ-предложений в Советском Союзе. То есть, вот, идти дальше, использовать каждую инициативу. Ну, кстати, когда заговорили про династии и про то, что каждый приходящий на рабочее место думал и думает в Японии, что я должен улучшить условия труда, эффективность труда, там, вложить свой ум, свои физические силы в свое предприятие, потому что придут мои дети, придут мои внуки и так далее. Хорошо бы не только бизнесменам об этом думать, но и каждому политику, приходящему на свое место, и каждому чиновнику, приходящему на свое место. Я надеюсь, что на этих семинарах чиновники тоже будут присутствовать. Как вы, Владислав? Мы все-таки больше натянулись на управленцев. У нас специально... Чиновники, управленцы. Да, мы, так скажем так, больше натянулись на бизнес управленцев. Все-таки здесь мы больше рассматриваем процессы производственные, хотя, я думаю, что именно принципы кайдзен, наверное, как раз свойственны чиновникам. Но давайте еще обратим внимание на одну деталь. Чем отличается наш подход российский все-таки от японского? У японцев все пронизано философией. Вот вы приводили примеры, что у нас в России есть японские инвесторы. Насколько я понимаю, все-таки это в основном автопром. То есть у нас есть сборочная производство. По большей части, да. Вообще, откуда в России стал известен кайдзен? Это Toyota. Toyota заводила кайдзен с философией, с принципами DAO. Например, Mazda сейчас выпустила новую серию автомобилей с философией CODO. Понимаете, вот красивое слово, красивая философия. Возможно, нам не хватает тут философии в нашей работе, как чиновников, так и бизнеса. Да, но у нас ограниченное время пофилософствовать не удастся. Поэтому перейдем к практическим примерам и попросим Татьяну рассказать, как, во-первых, расскажите о своей поездке, которая осуществлялась в Японии. Потому что если мы рассчитываем на то, что возобновится это сотрудничество, и снова можно будет поехать в Японию, чтобы поучиться посмотреть на этот опыт, возможно, перенять. Расскажите, как вы ездили и что вы применили у себя на предприятиях. Я также точно прошла стажировку по президентской программе после обучения. Как раз в этом Нижненовгородском центре проходил отборочный семинар со всей России. Около 40 человек участвовали. Выбрали около 8 человек для данной стажировки. Стажировка у нас была на тему удовлетворения запросов потребителей. И я хочу сказать, чтобы прочувствовать философию, нужно съездить туда сначала, в Токио. Потому что по каким-то книгам, еще почему-то. Вот даже этот семинар, который проводили у нас японцы, трехдневный семинар, он нас уже всех заразил, и мы поняли у них, какая философия по отношению к потребителям, к покупателям, ко всем клиентам в Японии. Япония – это страна номер один по предоставлению гостеприимства в мире вообще, да, по предоставлению сервиса. И у них это не просто какие-то стандарты отработаны. Это действительно философия, где они полностью фокусируются на клиенте. Например, мы были на 8 предприятиях, которые как раз занимаются в сфере услуг. Это предприятие и по выпуску косметики, а как раз салон «Лексус» был там. И мы видели церемонию вручения ключей от «Лексуса». То есть, представляете, у японцев это целая церемония. Загоняют «Лексус», приглашают клиента, садят его на красивый стол, выносят ключи и так далее, со всеми, со всеми. Дальше. Следующий момент. В этом же салоне есть клуб жен, владельцев «Лексуса», для которых происходят тоже различные мероприятия. То есть, они их там развлекают как-то в чайной церемонии и так далее. То есть, они вовлекают в семью этого предприятия. Да, в семью этого предприятия и так далее. Чтобы потом дети, не возникал вопрос, у детей какой марк автомобиля купить и так далее. И это в каждом предприятии. Если мы сейчас говорим о том, что семейный бизнес, так в Японии очень распространен семейный бизнес. Он переходит из поколения в поколение. Например, на маленьких примерах, например, мы жили рядом с какими-то булочными, кафетериями, куда японец, приезжая в 4 утра, начинает свою работу в 4 утра. Он едет на рыбный рынок, который является мировым рынком. В 5 утра он выбирает самый-самый лучший тунец себе, привозит его. И рецептура и всё остальное передаётся из поколения в поколение. И поэтому у них качество на таком высоком уровне. Японцы не продают вчерашнюю продукцию. Они всю продукцию стараются продать к вечеру. То есть вот эта красная икра, красная рыба в конце дня выкладывается с огромными скидками. То есть у них приоритет качества во всём. Начиная от продуктов, заканчивая предоставлением услуг. Нам показывали отели, где японцы очень чётко отслеживают все предпочтения клиентов. Когда клиент приезжает даже первый раз, они учитывают всё. Необходимую ему температуру комфорта в комнате. То есть это всё записывается. Индивидуально всё, да? Фиксируется, сохраняется. Фиксируется, сохраняется. Потом в банке данных. Дальше уже клиент, который приезжает к ним в отель, они уже точно знают, какую температуру им выставить на кондиционер и так далее. Что вы конкретно смогли применить на практике на своих предприятиях, Татьяна? Применить я смогла, конечно, стандарты обслуживания, донести обязательно. У японцев такая философия, что первый человек – это не директор в предприятии. Да что вы? Это тот, пирамида немножко другая. Это тот, который общается с клиентом. И вообще всю философию своего предприятия он вкладывает в клиента. Понимаете? То есть тот, кто непосредственно с клиентом – это первый человек. Директор где-то там. Понимаете, когда я приехала и рассказывала об этом, ну, также директора предприятия немножко смеялись над этим. Но это на самом деле работает. И поэтому сколько бы мы усилий не предлагали, как директора, как инвесторы, как еще что-то, но если ваш сотрудник не умеет правильно преподнести сервис, правильно продать продукт и так далее, клиенту сделать все необходимое, у вас не получится ничего, понимаете? — Коллеги, вы когда говорили о том, что все-таки это философия некая, которую нужно пережить, которую нужно принять, прежде чем внедрять, невозможно это навязывать, если это не принято внутри, если мы говорим о философии, то возникает закономерный вопрос. С какими трудностями вы сталкивались, Татьяна и, может быть, Сергей, вы видели, при внедрении технологии Кайдзен на предприятиях России? Давайте Сергею предоставим слово. — Спасибо, конечно, но вот я действительно с трудностями, если мы столкнемся, мы можем вообще этот Кайдзен опустить и не применять и так далее. — Если думать о трудностях, да? — Да, если будем о трудностях думать и все остальное, но вот как раз менталитет, если мы будем менять, вот это самая первая трудность, которая сразу отметает все напрочь. Вот я видел, да и смотрю примеры как раз применения элементов хотя бы Кайдзен, вот Слободской фанерный комбинат «Красный якорь», ЗМУЗа, завод минеральных удобрений Кирович и Пески, крупные предприятия довольно, мелкие предприятия тоже, вот все салоны «Лада», я смотрю вот как раз все эти вывески «Пять С» и все, вот они применяют. Ну вот, знаете, получается так, «Пять С» — это один из первых принципов, то есть начало применения Кайдзен, то есть надо просто сложить все на свои места. Каждая вещь — свое место, совершенствование, все это, это. Так вот, в основном на этом все и заканчиваются. Разложили по местам, хотя это занимает очень много времени, и люди говорят, да я привык вот так делать, я не буду. То есть менталитет его менять очень сложно. Но если не менять, тогда вообще ничего не поменяется. Кайдзен — это очень хорошая штука. Надо просто вспомнить, как нас бабушки учили убирать всегда за собой, и первый этап Кайдзена, он будет очень просто применяться. А дальше, дальше как раз мотивация начинается работников. Это не то, что начинается, это параллельно идёт. Мотивировать надо работников на применение этих Кайдзен. Как мотивацию эту создать? Ну, как ни странно, не буду, наверное, новичком. Меркантильный вопрос здесь сразу встает у каждого работника, что я с этого буду иметь. Это первый вопрос, который сейчас задают абсолютно все, наверное, кто устраивается не только на предприятия, а в СМИ также точно приходят молодые специалисты. Это первый вопрос, да. Так вот, это вот самое первое, наверное, препятствие, да, вот это как раз отношение работников. То есть надо каким-то образом заинтересовать. Вот это, я сказала, вообще очень здорово, да. Директор — это не первый человек. Я вот даже по своему центру смотрю, вот у меня девочки-менеджеры, которые реально работают с клиентом. Они не начинают с того, что у нас там директор такой-то, они как раз вот это то, чем мы занимаемся и какую услугу мы можем вам предоставить. То есть это вот как раз по неволе, хотя вот этот подход, я, Татьяна, честно говоря, сейчас первый раз услышал вот эту информацию, вот так, вот так, сама жизнь подталкивает вот к этим элементам кайдзен, и это почему-то просто внедрять. Надо просто заинтересовать это уже. Вот от директора как раз зависит интерес воспитать. Правильно, Татьяна? Да. Показать направление, да, этого корабля, как нам японцы говорили. То есть вы вдохновлять должны всех сотрудников. Да, принцип открытости. И еще обязательно, значит, на линейном уровне. То есть все сотрудники должны учиться опытом. То есть вот ваш опыт, он должен распространяться на всех сотрудников. Именно не по вертикали, а линейном. Татьяна, вы вдохновили своих сотрудников? Ну да, я старалась. Я думаю, что у меня хорошие команды были. У нас получалось заводить на рынок хорошее предприятие и так далее. Вот сейчас мы посмотрим, как Татьяна Кайгородцева будет применять систему кайдзен для развития магазина «Детский мир». Хорошо бы его возродить, развить и сделать классным предприятием. Он будет... Мы очень стараемся. Будете внедрять там кайдзен? Уже внедряю. Уже внедряете. Уже когда мы открыли сейчас первый этаж, и мы внедрили все эти системы. То есть у нас есть и стандарты обслуживания, разработано все в едином стиле. Девочки-продавцы у нас являются и как воспитателем, потому что у нас приходят мамочки молодые и так далее, то есть со своим опытом. Ну, с вами мы придем, посмотрим, как там все устроено. Поэтому мы очень-очень стараемся. Прервемся на полторы минуты и продолжим говорить уже конкретно про завтрашние мероприятия. Обсудим экспертов, которые приедут. Вы нам расскажете, а кто придет на это мероприятие. Можно ли туда еще попасть или уже нет. Там какие списки. И еще раз, все-таки надо будет сделать какие-то выводы. Я вот призываю тоже наших слушателей не сопротивляться. Я представляю, сейчас очень многие, наверное, думают, ну что там опять японская философия. Вы еще нам американские системы какие-нибудь задвинься. Да я вот еще раз напоминаю слова Сергея Трапезникова. Не важно, какая вывеска. Важна суть и результат, к которому мы идем. На полторы минуты прервемся на рекламу. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». «Разворот на бизнес» в эфире. О том, что в ближайшие два дня в Кирове пройдут семинары, которые проведут японские специалисты. Семинары будут посвящены внедрению системы «Кайдзен». И рассчитаны они на управленцев и руководителей компаний верхнего и среднего звена. Чуть попозже мы расскажем, кто туда придет, можно ли туда еще попасть, как выстраивается программа. А в перерыве все-таки поняли, что, наверное, надо расшифровать само вот это вот слово «кайдзен». И перевести. Да, перевести его. Кайдзен в бизнесе, в переводе, это постоянное улучшение. Начиная с производства и заканчивая высшим руководством. Как я уже говорила, да, все начинается с руководства. Японцы нам много раз повторяли это, что начинается все с головы. Поэтому, в первую очередь, директор должен понять, что необходимо компанию постоянно самосовершенствовать. От директора до рядового рабочего улучшать стандартизированные действия, стандарты. И цель – это, конечно, производство без потерь. Но в то же время можно персонал, да, как Сергей уже говорил, мотивировать совершенно не обязательно. Это в денежном эквиваленте каким-то образом. Я еще раз говорю, что каждый японец, он деликирует постоянно. Мы очень удивились, когда на рецепшене для дорогого отеля у администратора за ним была закреплена функция заказывания лампочек в отеле. Понимаете, они делегируют немножко совершенно разные. И поэтому у них необходимость, допустим, директор по АХЧ, как у нас, например, отпадает. Потому что по хозяйственной части, так скажем, которая очень любит у нас такие вакансии выставлять. То есть вот на каждого сотрудника распределено определенные обязанности, которые они, в принципе, по своей должностной инструкции не должны исполнять. Но, тем не менее, они вовлекаются в процесс, и они точно знают, что они за это отвечают. Ну, как в семье. Ты моешь посуду, я стираю. Ты пылесосишь, я, значит, там, да, еще что-то. Забираю детей из детского садика. Да, Сергей, дополните. А вот я хочу дополнить еще. Как я понимаю, это кайдзен, да, вот так. Да, это в переводе непрерывное совершенствование любого процесса. А чтобы его совершенствовать, надо просто построить карту потока. Это уже я терминами кайдзен разговариваю, так? Ну, вот, если объяснить так, например, то есть карта потока, в которой сразу видно ценность какой-то операции. Ну, например, надо две доски сколотить гвоздем. Ценность этой операции, когда гвоздь входит в доски, правильно? А вот все остальное, это те действия, манипуляции, которые не приносят никакой ценности. То есть работник приходит, у него молотка нет, он пошел на склад. Он пошел за доской на один склад, за второй доской на другой склад. Потом он приходит, раскладывает все это на верстаке, у него еще хаос такой, да. И вот посмотрите, сколько времени на действия, которые никакой ценности не создают. Взять вот любой процесс карты потока, если построить, например, даже, ну, любой офисный работник делает какой-то документ, правильно? Ценность – это тот документ, который появляется. Это одно нажатие кнопки, когда в принтере появляется документ, правильно? Ну, вот если построить даже эту минимальную карту потока, сколько лишних действий, если человек, например, не работает и не умеет просто работать с офисными программами, там, кнопочка, да, найти, заменить или еще что-то, но сидит, просто набирает. А если этого человека научить вслепую набирать, это еще уменьшение потери. Вот так в любом абсолютном процессе можно найти эти потери и так организовать производство, что этот человек либо освободится и займется более полезным делом, либо у нас просто не надо будет людей. Владислав Леонидович, Сергей, просто сердце кровью обливается. Я вас очень прошу, устройте такое обучение для администрации города Кирова в полном составе. Это еще, кстати... Это настолько сильно продвинет наш город вперед. Мы 650-летию найдем все средства гораздо раньше, чем оно наступит. Здесь действительно, я думаю, что, поддерживая Сергея, видите, вот Кайзен, он же действительно касается не кого-то одного работника, а всех. Да, тут надо подумать, это хорошее дело. И вот в теории Кайзен это как раз связь с внешними, с клиентами, с правительством, да, с чиновниками и так далее. Так вот это общая совместная работа. Это не варится один предприниматель в собственной каше, в своей какой-то маленькой конуре. Именно все внешние факторы, которые воздействуют на его бизнес, они должны тоже понимать. И эту методику действительно надо с правительством работать, да, с чиновниками. Конечно, они должны быть в курсе, а то вы придете со своей философией, а у них совсем другая история. Там мусор не вывезен у мусорных площадок. Так, давайте про завтрашний, послезавтрашний день и расскажем про специалистов, которые к нам приезжают. Кто эти замечательные люди? Да, Владислав. Я вижу, что у нас будет господин Цумагари Кодзи. Он начинал свою деятельность с концерта Nissan Motor. И начинал он с литейного цеха. 1972 год. На протяжении всех этих лет, погружаясь в философию, в том числе и Кайдзен, Кайдзен, собственно говоря, он стал сотрудничать с компанией Logo, которая представляет лекторов на завтрашний день, я так понимаю, и он будет делиться своим опытом. Да, уже сказали про Кодзи Цумагари. Тут, наверное, можно так еще отменить такой штрих, что, возможно, как мы считаем, исходя из информации про него, получили, что это одна из тех персон, которая через себя пропустила принципы Кайдзен. И, как вот у нас есть информация, помогла воспрять после тяжелого периода, благодаря Кайдзен деятельности, стала мощной движущей силой для компании Nissan, которая на сегодня возрождается и собой являет какое-то японское чудо. В виде, что сейчас Nissan выдает совершенно новые автомобили, и я разговариваю с людьми, они говорят, что действительно сейчас качество автомобиля Nissan значительно выросло. То есть они уже тягаются, так скажем, на одной планке с Toyota. У Nissan проблемные времена были в 90-е годы, как раз необходимо было применять серьезные меры, потому что конкуренция возросла тебе. Тут и традиционная Америка, и Китай стал подтягиваться замечательно, и тут надо было, конечно, решать. Следующий спикер, господин Томинага Хироси. Я не знаю, как говорят, Хироси, Томинага, или Томинага Хироси. По-разному, причем, ну, я вот уже даже бы считаю англоязычные источники, но пусть будет по-нашему по-русски Томинага Хироси. Ну, так, с русским сперлингом. Хорошо, это компания Toshiba, собственно, тоже очень хорошо известная российскому потребителю, поэтому весь опыт, который Toshiba может дать кировским бизнесменам-управленцам, мы тоже получим завтра и послезавтра. Мы, я уже так говорю, я уже хочу попытаться подписаться, но я не знаю, есть ли там место. Да, я туда побегу. Да, да. Кто еще у нас есть, Владислав? Приезжают данные два лектора, которых сюда вывозит консалдивная компания Logo. Данная компания в рамках работы с японским центром работает по всей стране, то есть данные лектора, они присутствуют и в нашем Поволжье, и в других регионах. Соответственно, мы, когда начинали данный проект, ну, вы уже сказали, что 10 лет у нас не было контактов с японским центром, очень волновались, мы этих лекторов еще себе зарезервировали еще летом. Так что для нас это большая победа. Да, программа будет этих лекций проходить в нашем ВУЗе, ВИАТГУ. Да, да. ВИАТГУ. Итак, первый день – это результаты кайдзен в Японии и России, потому что в России во многих предприятиях, как мы уже поняли, внедряется. Можно будет посмотреть на этот опыт культура, служащая поддержкой для кайдзен деятельности. Что сделать, чего не делал иностранный управляющий. Работа с кадрами на японских предприятиях, глазами иностранного управляющего – это очень важно. Это, правда, очень интересно. И 13 числа будем говорить о повышении уровня удовлетворенности персонала с помощью кадрового менеджмента, о повышении уровня кайдзен с помощью методики, обладающей общим видением. Пока ни о чем совершенно не говорят эти слова, что за общее видение. И внедрение кайдзен в управление предприятием. Сколько человек сейчас планируется к участию? Мы ориентировались примерно на 6 человек в зависимости от загрузки зала. Это будет первый этаж. Известно, где лекции в политехническом проходят. Соответственно, уже завтра утром будем… Даже сегодня уже можно оперативно регулировать. Постараемся, чтобы людей было побольше. Все равно кто-то из тех, кто заявлялся, как мы предполагаем, из практики не придет. Поэтому, я думаю, что если будут желающие, место еще надеюсь, что будет. Но пока у нас получается впритык. Зал заполнен, да. Ну, нам сводим и место-то надо. Мы в первом ряду будем. А кого вы там ждете? Мелкий бизнес, средний бизнес, крупный, чиновников? Ну, так как мероприятие проводит наша ассоциация управленцев, то, в первую очередь, мы, конечно, ориентировались на выпускников программы. Но также, как у нас есть много открытых источников, как я уже сказал, звонили руководители предприятия, мы записывали всех. То есть аудитория будет ориентирована на управленцев высшего и среднего звена. Промышленных бизнес-предприятий Кировской области. Понятно. По итогам этого мероприятия будет большой материал в газете «Бизнес-новости». Да, вот как раз в рубрике «Разворот на бизнес». Мы подробнее еще расскажем о том, как все происходило. Может быть, возьмем комментарии у участников, которые впервые слышат об этой методике. Так что свежий номер «Бизнес-новостей» читайте. Мы благодарим наших гостей. Владислав Попов, Татьяна Кайгородцева, Сергей Трапезников. Прерываемся на рекламу тематической программы и, в первую очередь, новости. И продолжим во втором части с представителями семейного бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин